Доброе утро, Виталий! Слышат голоса наши телезрители. Вот скажите, пожалуйста, есть ли что-то такое подобное или это все вымысел? Игры разума. Я хочу вам сказать, ребята, смотрите, некоторые ребята ваши, которые пишут в ВКонтакте, тоже правы, и правы вы, и мы правы. Здесь о том, что вызывать бригаду скорой помощи, ну, достаточно хватает людей. И здесь есть такой момент, то, что мы слышим. Мы шаманы, экстрасенсы, ясновидящие и так далее, люди, которые слышат голоса у себя в голове. Голоса, которые нам дают наши предки, ангоны, духи, хозяева местности, то, что нам говорят. Кто-то, вот, мои коллеги многие слышат этого, кто-то видит, кто-то чувствует, кто-то ловит эту информацию в виде голосов, каких-то знаков и так далее. Но прошу не путать такие же вещи, которые эта клиника, тем ребятам, которые, ну, скажем так, это клинический случай, именно Гагарина. Мы понимаем, о чем мы говорим, да, это разные вещи, и здесь нужно очень четко разделять эти вещи. Ну, вот понятно, у вас, ну, то есть, вы, так сказать, заточены под то, чтобы принимать эти голоса, подсказки и прочее, прочее, да, я не знаю, как это толком, все охватить. Ну, ну, в общем, вот про этот мистический, таинственные знаки. Да, да. Человек обычный может вот случайно раз и что-нибудь подхватить, ну, в смысле, какой-нибудь сигнал, какую-нибудь подсказку какую-нибудь, вот именно в том плане, ну, в хорошем, не в смысле, что клиника, да? Да, конечно, конечно, ребята, да, ребята, это знаки, это подсказки, это, вот мы говорим о том, что каждый человек в этот мире пришел с этими способностями. Так, в определенном возрасте, это, ну, примерно переход от младенчества к более-менее взрослой жизни, ну, скажем так, детсадовский возраст, большинство детей видят, слышат и понимают. То есть, ну, практически все дети. Но со временем эти способности уходят, закрываются. Ну, вот, скажем так, если у младенца закрывается родничок, у человека точно так же закрывается, ну, условно говоря, вот этот пресловутый третий глаз и так далее. Портал, канал. Да, портал, канал, связь, которую мы, любой человек может этим пользоваться. Но вопрос о том, что насколько это нужно вообще людям и насколько готовы люди к этому. Могу сказать о себе, о том, что в какой-то момент ты понимаешь, да, действительно, ты начинаешь сомневаться, не пора ли вызвать бригаду скорой помощи, насколько это возможно. Но сейчас, допустим, я точно могу вам сказать, внутри себя я знаю, какие голоса, где какой клинический случай, извините, но и где, что называется, то, что нужно услышать. Важно распознать вот те знаки, которые вам даются. И каждый человек, в принципе, при определенной тренированности, допустим, может понимать такие знаки о том, что... Вот какая-то практика все равно нужна, да? Как вот человеку использовать такие знания? Как не словить кукушечку в России? Вы понимаете, не надо, что называется, погружаться в это. Специально идти, да? Хорошее русское слово есть, я называю его мера. Так. Мера. Мера во всем. И здесь тоже такая же нужна мера понимания внутреннего голоса, внутреннего состояния. То, что тебе весь мир, там, предки ваши, ангелы-хранители дают эти знаки. Их нужно просто понимать. А вот наши телезрители, опять-таки, да, они пишут то, что чаще всего слышат какие-то голоса и подсказки от своих умерших родственников. И чаще всего, опять-таки, это происходит на кладбище. Вот есть ли какие-то места, где максимальное скопление вот этой энергии и, быть может, как раз-таки наиболее располагающая обстановка для того, чтобы общаться? Нико, смотрите, здесь сразу вам могу сказать, мы, как шаманы и люди, обладающие некоторыми способностями, четко понимаем. А в современном мире мы называем это места силы. Альхо, как мы всегда говорим, да, борисаны, места храмы, места намоленные, места там, где вот, места силы. Вот это очень сильно. Вот то, что говорят ваши телезрители, наши телезрители, наши... Есть такой момент, смотрите, здесь четко нужно разделять моменты о том, что умершие не всегда есть ангелы. Не всегда. И ангелы, что называется, души умерших, это не всегда положительные вещи. Но подсказки, которые получают люди от своих умерших людей, в большинстве своем эти люди не упокоились. То есть душа умершего, если она обретает покой, ну, то есть покойник, от слова покой, обретает покой и поднимается в рай по христианской традиции, на небеса по нашей традиции, либо в какое-то другое место, он перестает беспокоить живущих. Даже каких-то хороших, да, подсказок, их-то тоже, все, ничего не должно. Мы говорим о ангелах-хранителе, ангонах, которые способны перемещаться в пространствах, в измерениях и так далее, которые могут нам помочь. Скорее, это такие люди, вот то, что нам помогает. Часто это происходит в негативном свете, когда мы замечаем только положительные вещи, но и негативные вещи тоже происходят. И не обязательно это будут голоса или что-то еще, это могут быть знаки какие-то и так далее. Ну, извините, подножки какие-то. Хорошо, еще следующий вопрос у меня возник. А если, например, накануне какого-то важного события, мероприятия, может быть, поездки какой-то дальней дороги, человека мучает, ну, какое-то неприятное чувство, сомнение, вот что ему делать? Прислушаться к себе, либо все-таки шаманы могут помочь вот в этом как-то и дать какой-то расклад? Конечно, да. Мы можем это сказать, мы можем помочь, но всегда выбор остается за человеком. Единственное, о чем я всегда говорю людям, и привык к этому, и сам понимаю это, научитесь верить себе. Научитесь верить себе. Я очень четко всем людям говорю, первая мысль, пришедшая в голову на поставленный вопрос, абсолютно верна. И мы начинаем сами придумывать себе. Потом какие-то оправдания, уводим в сторону. Удобно, неудобно, выгодно, невыгодно, хочу, не хочу и так далее. Но первая мысль, пришедшая в голову на поставленный вопрос, абсолютно верна. И тогда не нужно будет слушать никаких голосов, верить себе. Научитесь верить себе. И тогда ваш разум, ваша сила, сознание, энергия вам поможет в вашем продвижении по жизни. То есть все-таки постоянно прислушиваться и постоянно, так сказать, идти на поводу не стоит, да? Нет, нет, нет. Все-таки чистый, спокойный разум, холодный расчет и только ваши решения. Мы можем подсказать, мы можем подсказать, но выбор всегда остается за человека. Но также немножко успокоить человека могут и обряды, которые вы проводите. Например, опять-таки, на дальнюю дорогу, да, чтобы она благополучно прошла. На благополучие, в принципе, живое. Ну, смотрите, наши обряды исправляют дороги. Ваши дороги, когда человек сам не может этого сделать, ни в состоянии, ни в силах и так далее. Мы помогаем это сделать, исправить дороги, открыть дороги. Сопутствовало, чтобы удача, благополучие, ну, условно говоря, замужество, какие-то еще другие дела. И наши обряды приводят, мы приводим к тому, чтобы человек сам пошел по этой дороге, по открытой дороге, и не было каких-либо препятствий на этой дороге. Вот в этом плане, да. А человек, всегда думаю о том, что способен сам выбрать. Мы помощники, мы проводники в этой жизни. И голоса, которые звучат у человека в голове, это внутренний голос, голос разума, что там, зов предков, это тоже голос, зов родины. Это то, что у нас находится внутри. И мы можем управлять этим. Главное, научиться. Ну, это уже другое мнение. Слушай, ну, я думаю, хорошая точка. Мне кажется, это, кстати, подведет итог и вашим, и нашим, Вероника, даст. Голоса существуют, но слепо следовать им все-таки не стоит. Только вы решаете, как поступать в своей жизни. Спасибо большое за то, что пришли, за то, что рассказали и поделились. Мы же продолжаем нашу программу, просмотрим прогноз погоды.